Я приветствую вас, дорогие друзья! С вами я, Анастасия Час, и мы сейчас на вечерней прогулке пришли в наше любимое место. Мы каждый вечер здесь гуляем, а каждое утро мы здесь занимаемся, скажем так. Поправляем своё здоровье. Что я хотела сказать? Я вчера для вас снимала видео тоже. И не выложила я это видео, потому что я себе не понравилась. Мы пришли домой, я скинула видео и посмотрела на себя. И я думаю, боже мой, какой ужас. Дело в том, что я лечу зубы. Немножко запустила. И у меня откололся один зуб, и от второго тоже откололся такой кусок, что его уже отремонтировать невозможно было. То есть нужно было только удалить, ну и дальше уже заниматься. То есть вставлять и так далее и тому подобное. Так вот, пришла я домой, посмотрела на себя, я себе ужасно не понравилась. Щека опухшая, между зубами щель. Думаю, не буду я выкладывать. Когда я сказала мужу, дочке, что мне не нравится, они так посмотрели, да где что у тебя там видно? Говорят, мы ничего не замечаем. Ну и щека, ну вроде бы есть чуть-чуть, но так-то незаметно. Я к чему это говорю? Потому что мы сегодня опять-таки вышли на прогулку, как и каждый вечер. И идя по пути сюда, в наше любимое поле, встретили, то есть навстречу нам двое мужчин шли. Один, вы знаете, такой, ну прилично одетый, ну красивый, интеллигентный такой. Другой немножко вот, сейчас это будет некрасиво, но вы поймете, почему я так говорю, почему я так показываю. Вот такой вот кривой, худенький вот такой, вот нескладненький. И что говорит вот этот вот такой вот худенький, нескладненький? Он говорит, да, говорит, тебе с твоими комплексами только там дома оставаться, не выходить вообще никуда. И вы знаете, и почему я решила сегодня записать так, как у нас всегда камера с собой, блокнот, ручка, всегда вот телефон. Почему я решила? Потому что получилось так, что я увидела себя со стороны. То есть, понимаете, самое главное, что не то, как мы себя видим всегда почему-то хуже, чем нас видят другие люди. Как мне мой муж говорит, как мне дочь говорит, да ничего-то, все нормально, ты выглядишь, все хорошо. Ну чуть-чуть может быть отек видно, но чуть-чуть. Но люди поймут, они же тоже люди, они тоже зубы лечат, у них тоже бывают там накладки и так далее. Но зато ты можешь что-то полезное сказать. И я увидела как бы себя со стороны. То же самое, как тот другой, он такой приличный, такой интересный мужчина. И тут ему вот такой вот крик. То есть, этот человек, он себя таким не видел. Вот если посмотреть со стороны на человека, то он производит как бы такое впечатление. Но так как человек сам себя таким не считает, таким себя не видит, то, естественно, когда ты с ним начинаешь общаться, ты его тоже таким не увидишь. То есть, ты делаешь ошибочные, создаются ошибочные впечатления, ошибочные мнения о человеке. Поэтому, как говорится, сюжет, вернее, мораль всей басни какова, что не надо ничего бояться. Выставляете на суд людей, не важно, осудят они это или они это примут. Это не столь суть важно. Важно то, что вы сделали шаг вперёд на проявление своей Личности. Вы проявили себя. Вы этого захотели. Вы захотели этим поделиться. Вы захотели что-то сказать или что-то сделать. Не важно. Сейчас речь не только о видео. Не важно, какое действие вы производите. Важно то, что вы реализовали, то, что вы сделали, то, что вы хотели, то, что вам душа говорила, то, что она о вас о чём-то просила. Это самое важное. А остальное? Ну, ничего, прислушайтесь. Критика, если она адекватная, нормальная, то есть к ней стоит прислушаться, но не стоит принимать всегда близко к сердцу. Потому что самое главное, чтобы вы были счастливы, чтобы вы радовались жизни. Потому что другие люди могут и радоваться своим каким-то победам, своим каким-то чувствам. Кто-то за вас радуется. И если кто-то за вас радуется, то это замечательно. А если кто-то не умеет радоваться за других, то это вас вообще не должно тревожить, колышить, как говорят. А сейчас посмотрите, друзья, мы гуляем вот в это поле. Каждый вечер, каждое утро у нас есть любимая полянка, мы здесь занимаемся. Здесь много-много дорожек, которые протоптали люди уже туда-сюда. И вот мы идем по одной дорожке, а потом возвращаемся по другой, а потом опять мы идем вот по краю, там тоже дорожка, там такая речка, ну не совсем она, ну такая маленькая речушка. А дальше туда озера, барские пруды, вернее. Это красотища неописуемая тоже. Там дальше тоже еще дорожка, гаражи. Но здесь очень-очень такое приятное место. Вы знаете, вот да, выходишь, если честно, я не знаю, по какой причине здесь просто вот такой бурьян, травка в поле. Но здесь ничего не сажают, здесь ничего не строят. Я не могу сказать по какой причине, не знаю, не узнавала, не уточняла. Но факт то, что здесь очень-очень много людей гуляет, и реально вот чувствуется вдохновение, чувствуется, потом приходишь, идеи всякие в голове, и энергии столько прибавляется, что не терпится быстрее что-то сделать из того, что вот появилось, да, из того, что себе наметил. Поэтому ещё раз я призываю вас, друзья, что бы вы не хотели, чем бы ваша душа не хотела поделиться, сделайте это. Сделайте это, ни на кого не глядя и никого не слушая. Главное, чтобы ваша душа была довольна, чтобы ваш ум понимал, что это вам нужно, а ваше тело радовалось всему, что вы для него сделали. Ну, в принципе, вот это всё, что я хотела сегодня сказать. Пишите свои комментарии, делитесь видео с другими, ставьте лайки. Я всегда адекватно отношусь и к критике, и к советам, и к помощи и так далее. Я всегда очень рада получить мнение других людей, потому что это очень-очень важно, тоже видеть, как чувствуют люди, что понимают люди из того, что ты хотел сказать, как они это видят. А с вами была Анастасия Час. Ставьте лайки. Благодарю вас за внимание. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова